Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, сегодня выкатываем из ангара Чифтейна МК-6 и сравниваем его с СуперКонкуайром. Почему, ребята, именно так? Потому что эти машинки, они очень-очень между собой все-таки схожи, хотя многие говорят, что разницы в них гораздо больше, чем то, чем они похожи друг на друга. Ребят, смотрите, я не буду долго рассказывать, скажу кратенько, почему я это делаю, потому что вблизится новогодний аукциончик, и я надеюсь, что он состоится, и, соответственно, все мы раздумываем над тем, куда нам потратить наше золото. Что такого годного и хорошего себе приобрести для того, чтобы потом получать удовольствие от игры, ну, кто-то для того, чтобы фармить, кто-то для того, чтобы набивать среднюю статистику по урону, ну, а кто-то набивать стату по победам. Короче говоря, каждому надо что-то свое, а кому-то нужна просто фановая машина, на которой весело взорваться в бой и в кого-то пообстреливать. Короче говоря, ребят, давайте будем смотреть таким образом. Я скажу только по характеристикам в отношении орудия. Сейчас зайдем в характеристики по Чифтейну и параллельно вам озвучу характеристики по СуперКонкуайру. Так вот, ребят, я вам так скажу, по всем, практически, практически по всем, ребят, показателям, орудие Чифтейна, безусловно, превосходит орудие СуперКонкуайра. Итак, ребят, смотрите, если здесь у нас время сведения 3.1, то у коня 3.5. Если разброс на 100 метров составляет 0.281, то у коня 0.353. Существенно, существенно больше разброс. Урон в минуту у Чифтейна просто, ну, перепрыгивает, да, за отметочку в 3000 единиц. Насколько это реально нереально, надо смотреть непосредственно в катках. Но 3.126 заявленного ДПМа по сравнению с 2850 у СуперКонкуайра. Согласитесь, тоже довольно-таки существенно на 10 уровне. Время перезарядки меньше 8 секунд, а именно 7.68, при том, что у коня 8.2. Хотя у СуперКоня вполне очень даже такие играбельное время перезарядки, и мне оно достаточно. Я не могу сказать, что я долго ожидаю перезарядки, но здесь еще быстрее, ребят. Что касается бронепробития и урона, то базовыми снарядами 260 у Чифтейна и 259 у коня, поэтому я сказал бы, что одинаковое пробитие. Что же касается среднего урона, и там, и там по 400 единиц альфы за один шот. Углы склонения. Вверх 20, вниз 10. Но, ребят, вверх играем не так уж и часто. Поэтому, как правило, интересуют углы склонения вниз, если мы играем в стандартных боях, а не в гравитации, там, где необходимо кого-то в небе выцеливать. Так вот, ребят, если вам по воронам стрелять не надо, то смотрим на углы склонения вниз, минус 10, что здесь, что у СуперКоня. Таким образом, получается, что отыгрывать от башни, я бы сказал, по углам склонения, ну, абсолютно одинаково. Что на Чифтейне, что на СуперКоне. Но давайте будем говорить откровенно, у СуперКоня все-таки башенка играется немножечко получше. Не знаю, почему. Есть обманка. Вот эта вот фигулина, я не знаю, что это такое, честно говоря, как это правильно называется на техническом языке. Но, короче говоря, вот это вот ухо, торчащее в сторону, оно светится серым. Но сюда нанести урон нереально. Поэтому, ребятки, очень многие, кто с Чифтейном сталкивается первый раз или не первый раз, но все-таки не настолько приблатыкался для того, чтобы можно было разбирать данную машину, пытаются выцеливать именно сюда, в этом фарт. Те, которые более умные, начинают целить в лючок, но и в другие серые зоны. Что касается брони. Броня у Чифтейна, я бы сказал, никудышняя. Вот когда вы играете где-то на открытой местности, вас будут разбирать, ну, гораздо быстрее, чем на СуперКонкуайре, и танковать ромбом на нем почему-то сложнее. Хотя, в целом, броня очень похожа у машин. Что же касается нижнего бронелиста, это, ну, я бы сказал, ахиллесово питать для всех танков, и Чифтейн абсолютно, абсолютно не выпадает из всего этого списка танчиков, которые, ну, просто просят, чтобы нижний бронелист вы куда-то прятали. Я запрыгиваю сразу в бой, больше рассказывать про машину конкретно в ангаре нечего. Если вас интересует обзор на данную машинку, то вот ссылочка. По этой ссылочке можете перейти и, соответственно, посмотреть на обзор и на дополнительные катки на Чифтейне МК-6. Несмотря на то, что Чифтейн МК-6 – это премиумная машина, и, ребят, единственная премиумная машина тяжелая на 10-м левеле, потому что все остальные машины, которые там есть, я имею в виду, не считая проходные, а именно, Концепт-1Б, Т-95Е6, ВК-шечка, клинок, Суперконь, АМХ, ВЗ-шка 111-я, модель 5А, Объект 260-й, и что самое, да, вот интересная машина из всего этого списка – это СТРВ-К, которую я за 8 лет, играя в танки, ни разу, ребят, ни разу не встретил в рандоме. Я не знаю, что это за зверь такой, ну, вот он есть на 10-м уровне, да и есть, и, честно говоря, хотелось бы его увидеть, а уж тем более покатать. Так вот, ребят, возвращаясь к этому списку из 9 машин, только одна из 9 машин является премиумной – это Чифтейн. Многие задаются вопросом, кто недавно играет в танки, чем отличается коллекционка от премиумной машины. Что бы там в комментариях потом не писали, ребят, основное отличие заключается в том, что коллекционную машину вы можете продать за голду, а вот продать премиумную машинку вы можете за серебро. Это основное отличие, ну, как там ни крути. Что касается других отличий, да практически ничем не отличаются. Будем говорить откровенно. Единственной машиной, которая на 10-м левеле фармит больше, чем остальные, является, ну, дай бог памяти, Т95Е6 у него 150% доходности. Я не могу сказать, что эта доходность действительно какая-то крутая. Вообще, честно говоря, фармить на 10-м левеле, ну, это еще занятие. Лучше всего фармить, безусловно, на 8-м уровне, потому что на 8-м уровне больше всего тракторов, которые позволяют хорошо фармить, у которых хороший коэффициент фарма. Теперь давайте вернемся к коэффициенту фарма у остальных машин, кроме Т95Е6, у которого 150 единиц, все остальные машины на 10-м левеле обрадают коэффициентом фарма в 140 единиц, и Чифтейн не исключение из данного списка. Так вот, ребят, на Чифтейне фармить, ну, не получится у вас. То есть вы не будете реально настолько классно отыгрывать, настолько хорошо набивать на нем, чтобы вы реально могли там вывозить прям горы серебра из боя с учетом 140% доходности. Ну, для понимания, допустим, там, нормальные машины с фармом в 175 единиц по типу акулы, допустим, вывозят за хороший бой в районе, ну, с учетом активированного прям аккаунта, правда, но можно вывезти от 100 до 127 тысяч серый. На 10-х левелах вы этого сделать не сможете. Так, ребят, чем же тогда хороши машины на 10-м левеле? Те машины, которые действительно неплохо играются, те машины, на которых можно заезжать и разбирать всех, кого не лень, они могут похвастаться именно тем, что на них проще выигрывать, на них проще, допустим, как на клинке выживать, на них удобнее и приятнее кого-то разбирать благодаря хорошему времени КД, как это у Чифтейна, либо у Суперконя. И вообще, ребят, коллекционные премиумные машины 10-го левела, в частности, тяжелые танки, они предназначены именно для пущего получения удовольствия от игры. Но все это удовольствие довольно-таки неплохо было смазано новыми машинами, которые были введены в игру. Вот, допустим, тот же самый Суперконь, Чифтейн. Все эти машинки в большинстве своем существовали еще до того, как ввели в игру такие машины, как типа 71-го, такую машинку, как, допустим, 60ТП, и те ребята, которые на сегодняшний день действительно могут очень хорошо попадаться на 10-м уровне с другими тяжелыми танками. Так вот, ребят, с появлением... Ну, это мое скромное, субъективное мнение. Если вы с ним не согласны, обязательно пишите об этом в комментариях, потому что ваше мнение явно интересно другим ребятам, которые придумывают себе, а купить или не купить. Так вот, подумывания вот эти должны основываться не только на моем мнении. Возвращаясь к теме разговора, хочу отметить следующее, что до введения в игру 60ТП, типа 71-го, Чифтейн, Суперконь и в том числе другие машины, премиумные и коллекционные, они игрались совсем по-другому. Итак, результаты боя, победа, но не благодаря нам, и даже не благодаря нам, мы не сильно много там чего-то сделали. Я бы сказал, что вообще практически ничего не сделали. Я больше катался по карте, не нашел себе изначально места, там, ну, не совсем рассчитал разъезд, и я при этом смог нанести 2400 единиц урона. Ну, два фрага считать не буду, недобитки были, которые, ну, явно нельзя сказать, что это прям 100% моя заслуга. Ну, может, гриля там, да, разобрал на 50%. Так вот, ребят, за вот такие вот результаты боя 42,5 тысячи серебром. Это, ребят, с учетом того, что я занял третье место в команде по урону и практически при этом ничего не делал. Чифтейн действительно может удивлять вас большим количеством урона, которое вы за бой можете нанести. Главное, что необходимо помнить, что Чифтейн на сегодняшний день, как я уже сказал, он не сильно хорошо может бодаться с современными проходными танками. В частности, с такими ребятами, как я уже сказал, 60ТП и ТИП-71. Эти две машины обладают таким уровнем брони и таким разовым уроном, вот, скрещенным с довольно приятным КД, что Чифтейну стало справляться с ребятами на 10 уровне куда сложнее. Раньше Чифтейн игрался просто божественно. Я помню, когда я купил себе эту машину, еще до ТИП-71 и 60ТП я заезжал в бой. Ну и, наверное, реально самый такой неприятный товарищ, которого я мог встретить, это был, ну, не знаю, наверное, Е100, которого просто было необходимо вытерпеть один шот от него, ну и дальше просто стоять и разбирать его благодаря своему великолепному КД, потому что пока Е100 перезаряжалась, ты мог вполне спокойно 3, а то и 4 раза в него нормально закинуть. Ну, а если еще и поймал от него рикошет, ну, тогда вообще красота и, в принципе, Е100 противостоять нормально не мог. Так вот, на сегодняшний день, безусловно, все эти десятки играются куда, куда унылий, если вы встречаетесь именно с этими ребятами. Но если вы встречаетесь со старыми машинами, я имею в виду машинами, которые давно находятся в игре, и, соответственно, те, которых давно не балансили, давно ничего там не подкручивали, то на этой машине вы действительно будете получать удовольствие. Я скажу вам так, самое классное, что есть в Чифтейне, это скорость его перезарядки и это его точность. Вот если вы нормально по-человечески стали себе, прицелились, довольно-таки быстро свелись, довольно быстро перезарядились, если бы этот товарищ сейчас еще немножко поторговал, я бы вполне спокойно его стоял и разбирал быстрее, чем он даже себе это может представить. Скорость полета снаряда позволяет отрабатывать и на дальних расстояниях, в том числе абсолютно не скучая. Вы знаете, бывают такие ситуации, когда ты заходишь в игру, становишься где-нибудь по воле судьбы, либо по своей глупости на другом конце карты, и тебе необходимо отстреливать по товарищам, которых кто-то подсвечивает. И для тебя это не очень приятное занятие, если ты стреляешь, а за то время, пока твой снаряд долетает куда-то, ну, товарищ уже отъехал. Поэтому, ребятки, с Чифтейном будьте готовы. Ну, абсолютно таких проблем вы не встретите, вы вполне спокойно сможете закидывать на дальнее расстояние. Никто вам не успеет отъехать от вашего снаряда, все будет долетать, все будет окей. И в целом, ребят, если вы нормально прицелитесь, ну, не то чтобы белки в глаз, но серые зоны в большинстве своем вы сможете выцеливать, я бы сказал, абсолютно без печали. Я сейчас немножко сдал назад по одной простой причине, потому что с запасом прочности в 1100 оставаться против двоих, как минимум, товарищей, у меня желания нет, ПТшки никуда не едут, ТТ тоже непонятно чем заняты. Короче говоря, приходится отстаиваться пока здесь за камнем, подожду пока кто-то подсветит, ну и дальше буду по ним отбрасывать. Если же сравнивать все-таки эту машину с Суперконем, я бы сказал так. Вот характеристики пушки, которые есть у Чифтейна, их как раз очень сильно остро не хватает на Суперконе. Я говорю в первую очередь о КД, если брать тот же самый уровень Альфы, ну а если брать уровень Альфы, тот, который на коне с его КД был бы хорошим, то я бы сказал, что там не хватает где-то хотя бы 30 единиц дополнительных. Очень часто не хватает именно столько. Я не знаю почему, но что-то, видать, разработчики знают, раз поставили именно такие характеристики. При этом, ребят, на Суперконе гораздо проще оттанковывать, на нем немножечко попроще держать направление, на нем гораздо интереснее танковать с другими ребятами, выехав на соперников. Начи в Тейниже, действительно, что у Матова и что классно, так это, ребят, откидывать. Откидывать просто с бешеной скоростью перезарядки. Ну, как видите, абсолютно без печали, каждые 7 секунд. И вот как раз это Е100, про которую я вам говорил, что против нее воевать было, ну, прям, легкость легкая. Сейчас откачусь немножко назад. Главное, видеть нижний бронелист. Приходится использовать голду, потому что уровня пробития не совсем хватает на сотку. Но, ребят, согласитесь, старые машинки проходные разбираются, я бы сказал, на ура. Именно из-за этого я в свое время Чифтейна себе и купил. Насколько машина актуальная на сегодня, я бы сказал, что актуальна, если вы умеете плюс-минус нормально играть. Хотя бы так, как я. Я среднестатистический игрок, за статой никогда не гонялся, но при этом 8 лет играю в танки, плюс-минус что-то понимаю. Так вот, ребят, 3310 единиц урона абсолютно, ребят, абсолютно без проблем. Один уничтоженный соперник, я считаю, что это заслуженный уничтоженный соперник. А вот что касается фарма, мы все равно высоко не поднимаемся. 57 тысяч неполных. И это, ребят, при том, что мы заняли первое место в команде по урону. И я бы сказал, что сделали самый большой вклад в победу. Так вот, ребятки, что хочется сказать. В выборе между Чифтейном и Суперконем, я бы рекомендовал выбор делать приблизительно следующим образом. Поскольку орудия у этих двух машин очень-таки себе даже похожи. И по поводу Суперконя, в течение видео вы видели всплывающие подсказки на видосы. Не поленитесь, промотайте назад, перейдите по ссылкам, посмотрите обзорщики на Суперконя. И, соответственно, вы для себя поймете, что Суперконь в руках не сильно скиллового игрока. Вот, смотрите, есть совсем, ну, не сильно скилловый игрок, а есть не скилловый игрок, да. То есть вот тот, который прям совсем похуже играет, то все-таки, если у вас есть золото, и вы хотите взять себе десятку, берите в выборе между Чифтейном и Суперконем, однозначно Суперконя. Он более живучий. Пускай у него меньше ДПМ, но живучесть все-таки для вас, поверьте, ребят, будет важнее. Если вы умеете справляться с слегка картонными транспортными средствами на гусеницах, тогда, ну, скиньте свой взор на Чифтейна МК-6, потому что именно в таком случае вы сможете реализовать, ну, обалденное просто КД с очень хорошим уровнем Альфы. Играется машинка не всегда ровно. Безусловно, есть фейловые бои, потому что когда начинают вас в порта разбирать, в корму разбирать, ну, или когда найдется какой-нибудь профессионал, который найдет серые зоны в вашей башне, который вы пытаетесь выторговывать где-нибудь из-за каких-нибудь холмиков или камней, ну, понятное дело, что к вам будет залетать. И что касается, допустим, того же запаса прочности, давайте посмотрим по запасу прочности. Если запас прочности у Суперконя 2450, то при этом у Чифтейника МК-6 запас прочности 2350. То есть, понимаете, даже вот эти вот 100 нехватающих вам прочности, они сыграют с вами злую шутку, когда вас начнут разбирать. А значит, скорее всего, вас разберут чутка быстрее, потому что 100 все-таки единиц прочности, это уже существенно. Но в целом, ребят, можно попытаться улучшить, допустим, там прочность свою на 141 единицу и приблизиться или даже обогнать Суперконя. Но я поставил себе все-таки дополнительное бронирование, потому что в основном, когда отыгрываешь от башни, ну, дополнительное плюс 4%, мне почему-то кажутся более действенными. Если у вас есть этот аппарат, и вы поставили себе оборудку наоборот, то есть добавили себе плюс 6% к прочности танка, опять-таки, пожалуйста, напишите об этом в комментариях и напишите свои впечатления от игры с тем или иным оборудованием. На данный момент, ребят, у меня все, что касается Чифтейна, брать или не брать, выбор, безусловно, за вами. Мое дело показать, как играется машина в среднестатистических руках. Если вы за честные обзоры, желтый шильдик может вам подписаться в один клик на мой канал, где вы найдете исключительно честные обзоры на танки и товары в магазине. И я вам обещаю, что никогда, никогда на моем канале вы не найдете видео, в которых я буду рекламировать или предлагать вам купить что-либо за любую сумму, то, что может вас расстроить. Я наступал на эти грабли, я смотрел обзоры именитых товарищей, которые говорили, что машина просто имба, просто супер, а в моих конкретно руках она почему-то не играется. Наверное, потому что я не скилловый и у меня нет 70% побед. Ну что ж, ребят, покупайте, ждите новогоднего аукциона, как жду его я, ну и обязательно получайте удовольствие от игры в танки. Всех благ, всего хорошего вам мира, ну и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok